Жизнь курильщика уже не будет прежней. Правительство запретило и сигареты, и сигары, и кальяны везде, включая террасы ресторанов и общественных зданий. Объясняют это в том числе и заботы о детях и не курящих. В киосках больше также не продают сигарет. В магазинах теперь строгий список, алфавитный порядок. Основная цель законопроекта заключается не только в том, чтобы заставить человека бросить курить. Она заключается в том, чтобы защитить других людей от табачного дыма, поскольку пассивное курение является не менее вредным. Сейчас Россия самая курящая страна в мире. Разрешено курить дома и в оборудованных местах, на открытом воздухе, в специальных комнатах с вентиляцией. Пассажиры поездов дальнего следования могут покурить на дорожку прямо у вагона. Реклама табака также запрещена в любом виде – на улицах, в газетах и на телевидении. Российский антитабачный закон не так уж суров, если сравнивать с европейским. В Великобритании запрещают курить даже в собственной машине, если есть в салоне дети. А в Германии пенсионеры вообще выселили из дома, табачный дым раздражал соседей. В России сигарета, выкуренная в неположенном месте, может обойтись человеку в полторы тысячи рублей, заведению в 150 тысяч. Так что не пытайтесь уговорить официанта.